Вам, дорогая Церковь, братья и сестры, прочитаем вначале один стих из книги пророка Михея, 6 глава, 8 стих. «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия, и смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим». Сильно я вас загружать не буду перед разбором слова. Небольшая вот тема сегодня. «Изучай Слово Божие и поступай по написанному». Вот такая тема. Братья и сестры, Слово Божие превыше всего здесь на земле. Для любого человека, для каждого человека. Кого-то оно осудит, кого-то оно оправдает. Оно может быть написанным, как вот мы имеем книгу, Библию, может быть в свитках, как было раньше, может быть в аудио формате. Это не так важно. Вначале мы знаем, ученики вообще не писали, они передавали устно, Евангелие из уст в уста. Ведь главное не буквы, записанные, лежащие где-то там, на полке в серванте, или аудио, загруженное на каком-то девайсе, но главное – дух Слова Божия. Потому что можно иметь Библию, Писание, аудиокнигу. И многие из нас имеют по несколько Библий, да? Иногда мы в наших домах смотрим и удивляемся, сколько много Библий, и большие, и маленькие, разного формата, и с переводом, и на разных языках, и так далее. Но если не читать, не изучать и не впитывать в себя, можно сказать, или не впустить в себя это Слово, оно не сможет работать в нас. Оно может пролежать там на полке всю твою жизнь и так и не произвести нужного действия во мне и в тебе. Только приняв в сердце это Слово, хоть через чтение, хоть через слышание, если мы уже вообще разленились, или, может, у кого-то нет возможности читать, можно слушать. Но слушать нужно и читать нужно. И это делать нужно постоянно. Потому что написано, мы читаем в Римлянам, 10 глава, 17 стих, написано Римлянам 10, 17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Во что верить, если мы сами не знаем, если мы не читаем и если мы не вникаем? Нам нужно хотя бы для себя понять, во что мы верим, не говоря уже о том, что мы должны нести дальше это Слово неверующим людям. Как мы будем это делать, если мы и сами не можем изучить? Должно, братья и сестры, происходить вот это вот действие переноса Слова Божьего из книги в разум, хоть через глаза, хоть через уши, и только так оно проникает в сердце. Можно сказать сокращенно, вера происходит от Слова Божьего, как мы прочитали. Только оно должно работать, только мы должны его взять для себя. Этот принцип люди взяли для себя вот в компьютерной отрасли. Так работают все компьютеры. Нужно загрузить информацию или программу, чтобы она могла работать. И нужно постоянно делать какие-то апдейты или обновления, чтобы все могло функционировать правильно, не было никаких остановок, перебоев, чтобы все функционировало правильно. Нам, людям, почему-то очень легко скатиться, так можно сказать, или мы очень легко забываем, чего мы должны держаться, или о чем мы должны думать, или как поступать. Поэтому, как вот компьютерам, нужно постоянное программное обеспечение, так и нам, людям, нужно постоянно пребывать в Слове Божьем. И чтобы Дух Святой мог работать через это Слово. Как оно будет работать, если мы даже его, бывает, порой и не открываем. Павел также советовал и Тимофею, молодому тогда проповеднику, не просто так, но понимая, что это необходимо делать. И он пишет в 1 Тимофею 4 глава 16 стих, он говорит, «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Поэтому мы, христиане, стремимся изучать Слово Божие и в домах наших. И вот, как сегодня мы собрались, тоже для изучения Слова, Его, чтобы нам поступать по Писанию. И вначале мы прочитали очень хорошее место из книги пророка Михея, из которого мы можем взять для себя буквально, вот, может быть, несколько уроков. И если мы их запомним и применим в своей жизни, то, как написано, не останемся без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Давайте мы еще раз освежим этот стих Михея 6,8. «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Эти слова пророк произнес очень давно народу Божьему, когда народ Божий отступил от Бога, и Бог дал ему это пророчество, пророческое слово, что будет с этим народом и за их беззаконие, за их дела. И там он говорит очень много, что будет происходить, и он как бы сетует и переживает. Он говорит, чего требует от тебя Господь, Бог. Вы можете прочитать эту книгу, это там всего 7 глав или 8, она легко читается. Но эти слова, которые он произнес, они актуальны и сегодня. И даже больше скажу, они очень просты и понятны, и нам с вами будет их очень легко применять в своей жизни. Давайте мы внимательно посмотрим, о чем здесь сказал Михей. Первое. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь». здесь он говорит, что человеку сказано, что добро. Человек не находится в неведении, братья и сестры. Второе, что он здесь говорит, у Господа есть к нам требование. Не просто так, хочешь исполняй, хочешь нет, Богу все равно. Нет. здесь прямо написано, Господь требует от тебя. И третье, чего он требует, что он требует от нас. Мы прочитали, действовать справедливо и любить дела милосердия. в любой ситуации, братья и сестры, где бы мы ни находились, нам нужно поступать справедливо. Иногда вот бывают такие моменты в жизни, когда бывает, что есть возможность что-то делать, сделать, ну, можем сказать, ну, не совсем правильно или не совсем точно. Ну, может быть, мы думаем, что никто никогда не узнает об этом. Мы должны помнить, братья и сестры, Бог видит, и ему будет неприятно, смотреть на нас, когда мы что-то делаем в угоду себе. Нужно понимать, если Писание призывает поступать по справедливости, значит, так нужно и поступать. Понятно, трудно бывает порой, очень трудно, но нужно учиться этому. И также здесь Михей говорит, о делах милосердия, чтобы мы любили дела милосердия. Понимаете? Вот знаю одного человека, наш брат верующий, имя его называть не буду, вот всегда найдет возможность где-то что-то послужить. Кому-то, может быть, дверь откроет, кому-то коляску поможет со ступенек снести, кому-то что-то загрузит, выгрузит, довезет, то просто кого-то пожалеет или проявит какое-то сострадание. Удивляюсь с него, вроде бы дела небольшие, но он как-то их всегда находит. Для меня это огромный пример для подражания. Вы скажете, все здесь понятно, и неверующие тоже могут делать дела милосердия. Есть же вот разные бездомные, да, вот на перекрестках улиц стоят, там, в центре, и люди им подают милостыню, и многим другим помогают, да, и даже есть вот различные программы всякой помощи, они тоже организованы или государством, или какими-то волонтерами, и отчасти я соглашусь с вами, что и неверующие тоже могут делать добро, да, или милосердие проявлять, но они это могут делать в силу своего воспитания, или может быть в силу хорошего настроения, или когда что-то получат, вот бывает есть в народе такие традиции, когда бывает человек получит сверхприбыль, или неожиданную прибыль, то бывает где-то в людном месте, они небольшую часть денег выкидывают, чтобы кто нуждается, могли поднять, вот, помню даже у нас на проповеди этот пример рассказывали, но Библия учит нас не тогда, когда нам хорошо проявлять милосердие, а тогда, когда кто-то понуждается, когда есть нужда, когда кто-то обратится, может быть нам и неудобно, но чтобы мы могли откликнуться на это. И четвертое, самое важное, что бы я хотел подчеркнуть здесь, Михей говорит, смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим, нужно ходить пред Богом твоим, пред живым Богом, пред Богом нашим, порой мы очень легко уклоняемся и начинаем идти и не туда можно сказать, и поклоняемся уже не Богу, а башкам можно сказать, или поклоняемся этому миру, бывает и сами того не замечаем, как быстро у нас это происходит, то ли может быть по гордости, то ли может быть по жестокосердию, а может быть просто по охлаждению нашей веры. И здесь пророк Михей говорит, нужно ходить пред Богом смиренно-мудренно, это значит в смирении и с мудростью, зная истину, зная чего Бог требует от нас, а это возвращает нас опять к Писанию, к Слову Божьему, оно дает и мудрость, и смирение. И вот Псалом 118 написано 105 стих «Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей». «Слово Твое светильник ноге моей». Вот откуда мы должны брать для себя знания, братья и сестры, или познание о Боге, да, и Его повеление. И вот мы читали, да, сегодня 1 Тимофею, 4 глава, 16 стих «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, потому что так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Итак, братья и сестры, подводя итог вот этого нашего небольшого размышления, хочется пожелать нам продолжать делать то, что мы делаем, вот так вот вместе собираться, изучать Слово Его, мы сегодня будем разбирать. И то, что мы сегодня взяли для себя, хотя бы вот эти вот три маленьких вещи, если мы не просто их прослушаем, а чтобы мы могли взять с собой и применить в повседневной жизни, то мы не останемся без награды. «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим». Мы сейчас будем молиться и в молитвах наших давайте попросим Господа силы и мудрости, чтобы нам действительно поступать справедливо в любой ситуации и любить дела милосердия и ходить пред Богом в смирении нашего сердца. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.